Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на такое вот мое давнишнее приобретение, но я все не могла снять обзор на него. Это очередной парфюм от Бритни Спирс. Я его купила на Озоне, не знаю там есть он сейчас или нет, но на самом деле сейчас туда зайдешь и там просто какое-то невероятное количество парфюмов, причем там за 1000 рублей и ты уже как бы боишься брать, потому что ну вряд ли 100 мл за 1000 рублей. Это оригинал. Хотя в принципе, когда ты берешь эти, ты не уверен, что оригинал, ну хотя бы они как бы стоят не 1000 рублей. Ну да ладно. Вот это последнее пока на данный момент мое приобретение. Посмотрим, что там еще может когда-нибудь выйдет в разных там магазинах, периодически посматривая, так что как-то так. Я напоминаю в миллион раз, хотя все равно пишут комментарии о том, что ничего не понятно про аромат, я не умею говорить про ароматы, если только прочитать, но смысла я не вижу в этом. Это чисто фанатский канал, и здесь я показываю просто то, как выглядит это все, поэтому ну как-то вот так вот. Ну давайте смотреть. Вот такая вот у нас коробочка. Это все та серия фэнтези, которая вот уже лет 20 как выходит. Да, и в общем, вот она. Что сказать про оформление? Я уже, наверное, 100 миллионов раз говорила о том, что оно стало немножко дешевле, потому что я помню, раньше фэнтези он так раскрывался, там бантики всякие, вот эти штуки были. Сейчас как бы вот что есть, то есть, но стиль сохранился. Это naked фэнтези, не сказала, но я думаю, вы так прочитали. И вот так вот сзади все дело выглядит. Ну все стандартно, стабильно, ничего нового. Коробка внутри как всегда с рекламой запрещенных соцсетей на данный момент. И вот так вот внутри все выглядит. Ну, в принципе, что еще ожидать. Флакон. Флакон в стиле фэнтези. Он такой вот матовый, ну, может быть, видно на видео. И вот эти вот стразики, причем стразиков, мне кажется, меньше все становится с каждым разом. Вот. Все вот так же тут оформлено, ничего нового. Вот. Но, кстати говоря, аромат мне понравился. Если брать сам чистый фэнтези, ну, вот который в такой малиновой, да, не знаю, в упаковке. Ну, первый самый, который. Вот он немножко такой, ну, для меня немножко тяжеловатый. То есть, я не каждый раз могу им надушиться. А вот этот, он как бы как будто бы тот же самый, но немножко полегче. Ну, это такие вот у меня ощущения. Вот я сейчас как бы вдыхаю его. Ну, вот. Я прям почувствовала, что это, да, это тот же фэнтези. Вот те же ноты. Причем, вот, допустим, есть Nati и Nice фэнтези. Они тоже примерно похожи на изначальный фэнтези. Есть фэнтези, которые прям совсем куда-то ушли в сторону. Например, там, Island, вот который зеленый. Ну, из тех, что я сейчас вспомнила. А есть фэнтези, которые вот как бы из той же линейки. Вот, мне кажется, вот этот похож на первый фэнтези. Если вам нравился, то обязательно попробуйте. Хотя я не знаю, где попробуйте. Я беру так, не нюхая. Ну, чисто для коллекции. Ну, мне кажется, у них похожи ароматы. Я же в какой-то момент показала, что это, в принципе, знаете, взяли и налили тот же фэнтези. Вот и немножко разбавили. Что-то такое. Ну, в общем, такая вот у меня штука появилась в коллекции. Я, конечно же, из последних ароматов не все брала. Их там целая куча. Я уже запуталась во всех них. Беру, если вижу, что чего-то у меня нет. И если, ну, как бы, нет сомнений, что здесь что-то не так. Вот. Хотя, кто знает, может быть, везде все подделано. В общем, как-то вот так вот. Заходите на мой канал. У меня есть обзоры на вот те парфюмы, которые выходили у Бритни давным-давно. Ну, вот. Можете посмотреть, как там все оформлено и как все выглядит. И вообще, заходите на мой канал. Огромное спасибо за внимание. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok